С автографами космонавтов Гагарина, Быковского, Титова и Николаева. Повязка в Самарский архив попала из личной коллекции советского авиаконструктора Александра Солдатенкова. На полке рядом заняли место награды заслуженных ветеранов отрасли, которыми они поделились сами. В стенах Самарского архива более двух миллионов документов. Десять фондов посвящены истории освоения космоса. Но есть такие области знаний и в отечественной космонавтике, которые могут заинтересовать самых простых людей. И гуманитариев, и технарей. Например, о том, как принимать таблетки в условиях невесомости. Каким образом запускали первых космических пилотов, животных. Особо ценными являются заметки Константина Циолковского, в том числе и план схемы его знаменитого дирижабля. Эти документы относят к разряду уникальных в масштабах страны. Уже 10 лет их бережно хранит Елена Краснова. Девушка уверена, у нее работа мечты. Каждый день узнавать что-то новое и быть свидетелем реальной истории. Здесь хранится то, что написано его рукой. Есть прям текст с его автографами, подписями. Это история и очень интересно даже для молодой девушки, я так думаю, прикоснуться немножко к частичке таких тем более исторических документов. В России 16 филиалов государственного архива. Большая их часть располагается в столичных регионах в Москве и Санкт-Петербурге. Еще два в периферийных частях на Востоке и Поволжье, Самаре. Определить местом хранения особо ценных материалов из разных уголков страны город на Средней Волге приняли решение во времена Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей. Сейчас в стенах архива хранятся документы с начала 19 века. Ознакомиться с ними может любой житель Самары по предварительной записи на экскурсию. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.